Всем привет! С вами сегодня снова я Виктория Крокус и так как начался новый учебный год, я очень долго думала, что же мне снять. Первое видео осенью должно быть особенным. Я решила снять о том, как проходит мой вечер после учебы, что я делаю и такую небольшую мотивацию для учебы. В общем, оставайтесь со мной, приятного просмотра. Первым делом я, конечно же, переодеваюсь, снимаю все свои украшения, оставляю только браслет Пандоры, потому что я его ношу не снимая. Мою руки, но это уже все после прогулки с собакой, конечно, сначала я просто кладу рюкзак и иду гулять с собакой. Потом же я принимаю ванну, ну, короче, смываю там макияж, все такое. Ванну я принимаю или же с пеной для ванны, у меня есть такая тыквенная, очень приятная пена, или же с бомбочкой для ванны, на данный момент это бомбочка лаж. В день у меня бывает по 4 пары, это я провожу примерно 10 часов в универе, я очень устаю, поэтому ничего не готовлю, но такое бывает крайне редко, я могу взять еду на вынос. Например, сегодня я решила взять себе роллы Тануки Фурай. Иногда, когда я не очень хочу есть, я могу съесть какой-то йогурт, который есть дома, или же съесть сыр моцарелла, и что-то такое несложно приготовить, что не нужно долго готовить, но это не сегодняшний день. Обязательно напишите в комментариях в новом учебном году, лень ли вам уже делать уроки и заставляете ли вы себя. Я думаю, что поначалу нужно заставлять. Я сажусь делать задание на завтра, мне обычно задают какую-либо работу, которую нужно сделать на компьютере, будь то контрольная, какой-то реферат, и в день я могу делать по 2-3 штуки, ну, то есть, вот нам на завтра могут задавать по 2-3 штуки разных рефератов. Я за этим сижу часа 2, на самом деле, даже бывает больше, и многие делают это все ночью, потому что днем они или вечером ходят гулять, занимаются своими делами. Я ночью всегда сплю, никакие задания ночью не делаю. Мне нужен дырокол, бумага и также такие папки-вкладыши, чтобы распечатать свой реферат на них. За окном идет дождь, и мне кажется, что осень это просто отличное время для того, чтобы начать учиться, поставить себе какую-то цель, например, закончить год без троек или хотя бы четверть. Нам в университете не ставят особо оценки, ну, то есть, только ставят на див-зачетах и на экзаменах, поэтому все эти задания я делаю просто для того, чтобы мне поставили зачет, допустили меня к экзаменам. Дальше я сажусь уже за письменной работой, то есть, сначала я работаю за компьютером, а потом уже снова сажусь за письменную работу, потому что у меня отдыхает рука после учебы, после всех этих пар, и я могу снова писать. Сначала я делаю по деловому общению задания. Ходила на кухню, чтобы подкрепиться виноградом. Осенью это просто самая моя любимая еда, я виноград могу есть сколько угодно. Это кишмиш без косточек, поэтому его очень удобно есть в процессе того, когда ты что-то делаешь, какие-то задания. Я сейчас делаю деловой английский, на первом курсе у нас был просто английский, сейчас у нас деловой английский, то есть, это немножко такая узкая направленность, там изучаются слова, которые пригодятся для работы мне, и вообще в таком деловом мире, по бизнесу и так далее. Или также, конечно, каждый год мы повторяем времена, то есть, present simple, там прошедшие и так далее, вы знаете, в английском их очень много, и я, если честно, до сих пор их прям хорошо не знаю до конца. Обязательно садитесь сейчас прямо вместе со мной делать уроки, ну или после того, когда смотрите это видео. Вообще, советую сначала начинать с самого сложного, но я этой тактики не придерживаюсь, я делаю сначала то, что мне больше всего хочется сделать, а потом уже приступаю к самому сложному, потому что легкое я сделаю быстро, и у меня будет уже такое ощущение, что я почти что все сделала. Выписываю слова, которые мне нужно будет подучить, на отдельный листочек, также в изучении английского очень хорошо помогают блогеры или какие-то песни. Я с помощью блогеров очень хорошо подтянула свой английский, именно иностранных блогеров. Все задания я делаю, 20 минут делаю какое-то задание, потом 5 минут отдыхаю, то есть, я вам тоже советую так делать, каждый третий отдых должен длиться примерно 20 минут. Чтобы проще запомнить конспекты, нужно пользоваться текстовыделителями, мне так намного удобнее все выделять. Также заполняю свой ежедневник на завтра, это я показывать не буду, все свои планы, откликаюсь на ежедневник, а также периодически, каждый вечер его проверяю. И, кстати, виноград во время работы улучшает деятельность мозга, то есть, когда вы что-то пишете, что-то решаете, очень полезно есть виноград. Также еще помогает шоколад. И лучше все свои задания сделать примерно до 8 часов вечера, конечно, если вы не учитесь в вторую смену, потому что ночью уже вы не так хорошо соображаете, как днем. Если вы хотите что-то хорошо запомнить, то лучше это записать на бумагу. Я хочу вам рассказать, какие у меня на втором курсе будут экзамены и зачеты. Первая, это у меня по иностранному языку, деловой английский, исследование в СО, ну, то есть, связи с общественностью, культурология добавится, основы теории коммуникации, теории практика рекламы и философия. Это все, что я вам сейчас перечислила, меня будет ждать в первом семестре. А во втором семестре, то есть, вторая сессия, которая будет ближе к лету, там намного больше всего будет. Там будет целых 6 экзаменов, и я не знаю, как я все это перенесу, тем более летом, когда уже будет тепло, мне зимой учиться намного легче и сдавать экзамены легче. Ко второму семестру у нас добавится философия бизнеса. Все, все мои задания на завтра сделаны, и я теперь могу уделить время себе, совсем немного. Сейчас вы видите, что я читаю, но на самом деле я делаю разные вещи, какие-то свои хобби, это я в конце этого видео расскажу поподробнее, что я называю временем для себя. И собираю рюкзак на завтра. Это планшет, книга, все задания обязательно, конспекты. Я люблю собирать с вечера, чтобы ничего не забыть и не бегать с утра в попыхах что-то искать. Это мои новые резинки, и они пахнут шоколадными печеньями. Так, и продолжаю ходить с одной тетрадкой на сменных блоках, второй мне пока и не нужно. И вообще, я, наверное, буду ходить с этой тетрадкой, пока она вообще окончательно не развалится, хотя она в отличном состоянии. Мне очень интересно, как вы общаетесь со своими одноклассниками, одногруппниками, там, сообщаете друг другу о каких-то мероприятиях. У нас с однокурсниками есть группа в WhatsApp, но это создалось только вот в том году, а до этого я сколько училась в школе, я пошла в первый класс в 2005 году. И у нас никогда не было никаких бесед в ВКонтакте и так далее. Вообще, раньше это было не принято, это сейчас по 25 бесед создают. И на самом деле, мне это неудобно, мне это не нравится. У меня очень адекватные одногруппники, и если у нас нет сессии, там никто ничего может не писать по полгода. Также с вечера я готовлю одежду, которую буду носить завтра. Завтра я планирую надеть такой банановый свитер и джинсы. Не так уж холодно, но вот эту вот зеленую рубашку, ветровку или же джинсовую куртку, но у меня выбор большой. Курток много на диме сезон, есть даже дождевик водоотталкивающий. И обувь я могу надеть резиновые сапоги, да, спокойно прийти в универ, я так уже ходила, и это нормально. Или же свои кроссовки. У меня богатый выбор того, что я могу делать дома. Например, поснимать для вас видео, что я делаю постоянно. Еще я могу позаполнять свой личный дневник. Делаю это около двух раз в неделю или же по возможности, по надобности. Я могу повышивать. Поиграть в клуб романтики на телефоне. Ставьте лайк, кто тоже любит эту игру, пишите в комментариях. Пора скрашивать. Поубираться дома, поубираться на своем рабочем столе, протереть стол, пылесосить квартиру. Погладить собаку. Или поиграть с ней. И я могу сходить в кино или в кафе со своими друзьями, погулять. Это было все. Надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было немножко спокойным, в какой-то степени мотивационным и приятным осенним. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была я, Виктория Крокус. Обязательно пишите в комментариях о том, как начался ваш учебный год. Мне будет очень интересно почитать. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok